Вся боль игроков в геншин импакте, часть 4, боль комьюнити номер 1. Когда ты торопишься и хочешь поскорее пройти квест, уже подбегаешь к нужному NPC, но тут тебя замечает один одинокий хильчурл, располагающийся на расстоянии в пару тысяч световых лет. А дальше ты просто стоишь и смотришь на NPC, заведомо неудачно пытаясь завести диалог и сдать или взять квест. Но не можешь этого сделать, потому что находишься в состоянии боя. При этом никого и никоим образом не волнует тот факт, что сражения ты не хотел, и пока этот злосчастный моб до тебя добежит, обкашлять вопросики вы успеете еще раз 10. Еще хуже, если ты бежишь сдавать квест на время, и у тебя осталось лишь пара секунд в момент, когда тебя заметил хильчурл. Последний раз у меня так было с Дейликом Царевича, который дает всего минуту на выполнение кошмаринга мобов в подножье. Боль комьюнити номер 2. Когда в кооперативе хилят твою хутао. Лично для меня это не является чем-то неприятным, но я понимаю, что для многих мейнеров хозяйки бюро Ван Шен, это хуже покупки бульмени без акции. Случай довольно частый и в крайней степени обыденный, поэтому я советую не обращать на подобные ситуации внимание. Как минимум, потому что вы не киберспортивная команда, играющая на главном турнире в вашей жизни, а 4 рандомных игрока в данже Геншина, пытающиеся залутать немного хороших артефактов. Да и сами подумайте, уж лучше пусть у хутао будет фулл хп и мало урона, нежели 0 хп, зато урон был внесен колоссальный. Боль комьюнити номер 3. Начну с того, что я почти не играю за лучников. Единственным играбельным представителем таковых на моем аккаунте является Гора в довольно слабой геопачке. И не так давно это сыграло со мной злую шутку, потому что в бездну завезли дракона вечных бедствий, для быстрой аннигиляции которого обязательно требуется лучник. Но что делать ребятам, у которых просто нет прокачанных лучников? Нам остается только беспомощно ждать, пока его увлекательнейший аттракцион полета закончится, попутно теряя драгоценнейшее время и звезды в бездне. Ровно такая же ситуация может повториться и в открытом мире с драконом руин, или по ходу выполнения Дейлика чрезвычайная ситуация, где нужно победить глаз буря. Эти два чудесных моба тоже балуются полетами, попутно заставляя нас ждать непозволительно долго. Боль комьюнити номер 4. Одним из первых боссов, которых мы встречаем на просторах Тайвата является Океанит. Это очень простой, незамысловатый и удобный противник, который идеально подходит для знакомства новичков с боссфайтами игры. У него есть лишь один минус, и это огромная страсть к ведению монологов о смысле жизни, тонущих платформах и форме воды, которые искусственно растягивают геймплей. Я не знаю ни одного босса, который проходится дольше Океанида. И раз уж мы заговорили про эту водную непонятку, я не могу не упомянуть этих его летающих птиц, которых почти никак нельзя достать, если в отряде нет каталиста или лучника. При этом визуально Ешка той же Аяки до них отлично достает. Боль комьюнити номер 5. Когда в подземелье, бездне или открытом мире очень долго и крайне упорно сбиваешь щит магам бездны с помощью неподходящего элемента, не успеваешь их победить впоследствии, и они его восстанавливают. Чаще всего такое случается из-за того, что ты отвлекся на других мобов или тебя постоянно замораживают и станят. Еще хуже, если из-за подобного форс-мажора ты теряешь звезду в бездне. Боль комьюнити номер 6. Недавно я вновь попытался заняться рыбалкой, чтобы нафармить материалы возвышения для копья на Райден или Сянлин. И по ходу своих рыбных приключений заметил в крайней степени неприятную особенность. Помимо обычной рыбы в Геншине, существует декоративная для чайника, использовать которую в качестве валюты у мастеров рыбалки и Кудзирай Мамитси в частности, не представляется возможным. Я не знаю как, не знаю почему и зачем, но декоративная рыба упала мне 3 раза подряд, явно намекая, что улова Р5 у меня уже никогда не будет. Теперь у меня есть аж 3 рыбки в чайнике и все та же Райден с уловом Р3. Это неприятная по всем параметрам ситуация случилась из-за того, что мне на прошлом баннере Хранительницы Вечности упала сигна на Аято, а примагемов не осталось. До самого конца баннера я так и не смог собрать достаточное количество круток с ивентов и дейликов, поэтому теперь мне приходится ловить рыбу, а мог просто воспользоваться. Приятный Геншин Джоуп, лучший сайт с примагемами и лунами. Все выводы происходят через кодащоп официального партнера Геншина. Не любишь ждать? Не придется, выводы приятные моментальные. Также на сайт тебя ждет море халявы, приятные конкурсы, раздачи и несколько видов бесплатных кейсов, так что даже деньги трать не обязательно, залетай. С тебя UID, с них примагемы, ни одного случая баны или списания, сам приятно пользуйся, ссылочка где в описании. Бойль комьюнити номер 7. Когда для выполнения дейлика нужен персонаж определенного элемента, которого у тебя попросту нет в отряде. Отличным примером таких квестов может послужить постойте господин Альберт, взять который можно в Манштадте. По ходу этого квеста нам предстоит убирать листья с помощью аниме персонажа, для того, чтобы малоуважаемый господин Альберт наконец ушел с территории храма и не кошмарил местный контингент своим присутствием. Еще как пример подойдет одна из двух вариаций дейлика «Цветы, что не растут», где нам потребуется полить розы для Вардана с помощью водного персонажа. В этом плане мне на самом деле повезло, потому что в моем отряде есть Аята и Кадзуха, которые отлично с этим справляются, вследствие чего мне не приходится менять состав отряда по 10 раз ради выполнения дейликов. Боль комьюнити номер 8. В последнее время я все чаще использую кооператив Геншина. Не потому что не могу справиться в одиночку, мне просто нравится сам факт прохождения в компании других людей. Но бывает и так, что приходится очень долго и крайне упорно ждать оставшихся двух-трех людей, чтобы сходить на еженедельного босса или в данж. Далее может случиться следующая ситуация. Вы наконец заходите и в момент выбора они берут одних и тех же персонажей. В 99% случаев это приводит к тому, что никто не хочет уступать и вам приходится ждать еще минут 5, пока этот спор не разрешится. Еще хуже, если после столь длительного ожидания вы заходите на условного Аждаху и во время его катсцены половина отряда терпит поражение из-за наложенного им ранее статуса. Это видео подходит к логическому завершению, а это может значить только одно. Начало самой замечательной, умопомрачительной и очень приятной рубрики. Комментарий, который мне понравился. Ну и собственно вот он. Очень хороший и добрый комментарий на мой взгляд. Спасибо его автору за написание, а вам как обычно за то, что досмотрели это видео до конца. Всем отличного дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok